Скачали уже приложение. Разберемся, как работать в Telegram. Вы уже скачали приложение Messenger Plus или iMe, если у вас iPhone. Почему именно это приложение? Потому что здесь есть очень удобная навигация. Но давайте разберемся, что и как у нас делается в Telegram. Когда вы попадаете в Telegram, вы попадаете вот в такую вот менюшечку. Вы можете закрепить 5 сообщений сверху. Для того, чтобы закрепить, сдвигаете влево, прошу прощения, вот где у меня открепить. Будет закрепить. 5 чатов или 5 людей вы можете закрепить сверху. Когда вы будете открывать, нажимаете вот здесь на 4 квадратика справа вверху, и у вас сразу же эти чаты открываются. Что означает первый глазик? Здесь у вас открываются все диалоги и чаты, в которых есть непрочитанные сообщения. Дальше. Человечек. Это все лички ваши. Соответственно, непрочитанные лички можно отсортировать, с кем вы лично общаетесь. Дальше у нас идут все чаты. 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 Отдельно смотрите чаты. Все каналы. Каналы, где у нас будет канал сопровождения, голосовые, кукушевых. Тут смотрите, wellness истории. Ну, очень много разных каналов. Вот это боты. Пока что их мы не используем, но в дальнейшем. Раньше у нас была школа запуска в виде ботов, то есть вы их можете тут увидеть. Вот этот вот звездочка. Очень удобная штука. Нажимаете сверху на плюсик. Выбираете чаты. Ну, например, давайте вот wellness чаты. К примеру, выделила wellness. Далее. Я называю папку все о wellness создать. И когда я буду нажимать на звездочку, вот смотрите, я вижу все о wellness. Стыкаю и вижу все чаты по wellness. Так можете отсортировать чаты с новичками, например, или еще что-то. И вот эти квадратики, это, соответственно, все вещи, все чаты, в принципе. Поехали дальше. Смотрите, если вы заходите в чат, сверху есть закрепленное сообщение, можете на него вернуться. Плюс ко всему вы видите историю и переписку всего чата с самого верха. Всегда, когда попадаете. Если вы хотите добавить какой-нибудь красивый стикер, который вы увидели, вы нажимаете на этот стикер, и вот здесь, где у меня удалить, у вас будет добавить. Да, то есть вот, 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 то есть все достаточно легко. Сообщение, смотрите, мы пишем по-обычному, но вот здесь вот есть функция снизу. Нажимаете один раз, меняется либо аудио сообщение. Если хотите записать аудио, нажимаете на него и поднимаете вверх, и тогда можно отпустить палец и просто записывать сообщение. Нажимаете еще раз, получается, видео, тыкаете на него, поднимаете наверх, и вот так вот вы записываете минутное видео, можно писать, нажимаете на переворот, можете перевернуть, снимать, соответственно, другую сторону. Да, Наташа? Да. Вот, поехали дальше. Нет, не отправляйся. Все, отлично. Что еще можно сделать? Зайдя в, нажимая на название чата, вы можете выбрать поиск, искать по календарю, по дате, да, любой, или искать по людям, кто находится в чате. Вы можете также, нажав поиск, ввести, что вы хотите найти, например, стикеры. И оп, мы наше сообщение, где написано про стикеры, все пять штук разных. Видите, да? Вверх тыкаете, они у вас передвигаете. Отмена. Теперь смотрите, что еще можно включить, выключить звук, уведомление. Можно нажать подробнее. И вот здесь есть кнопочка общие материалы. Нажимаете на нее. Сейчас тут общих материалов нет, но все медиафайлы, это видео и фотографии, будут находиться в этой вкладочке. Просто файлы, это док, Excel и прочие будут следующие. Ссылки, вот видите, instagram.com, можно найти ссылочку, instagram.com, команда Крайнова. Все ссылки, которые скидывают в чат, они все будут здесь. Ну и, соответственно, аудио, которые скидывают сюда, тоже все будут здесь, это очень удобно. Находите, ой, можете спокойно перейти по ним. Вот, назад. Уведомления настраиваем вот здесь. Дальше, смотрите, еще один момент, как добавить в чат. Нажимаете подробнее, добавить участников. Все, выбираете участника, добавляете. Как создать новый чат? Когда вы находитесь вот здесь вот в меню со всеми чатами, сверху в правом углу есть карандашик. Нажимаете, можно создать канал, создать группу, создать секретный чат. Соответственно, если хотите просто кому-то написать, просто выбираете. Создать группу, выбираете людей, которых туда добавите. Далее, задаете название группы и создаете ее. Все достаточно просто. Теперь, смотрите, еще один очень важный момент, который можно сделать. Это зайти в настройки. Прямо вот запомните настройки. Во-первых, в уведомлениях обязательно сразу подключите все уведомления, которые вам нужны. Да, и которые не нужны, отключите. Вот новые контакты у меня, видите, отключены, чтобы мне не говорили у человека, появился телеграмм. Мне это неудобно. Вот. То есть все здесь можете настроить. Важный момент, который нужно запомнить. Смотрите, настройки, данные и память. Использование памяти. Очистить кэш. Раз в неделю чистите кэш. Нажимаете. И можете выбрать, что вы будете чистить. Фотографии, видео, музыка, файлы, другой. Периодически, ну там, например, вот видео, да, очистить. Периодически чистите, потому что будете забывать. Тут несколько гигабайт может набегать, так как в чатах есть видеофайлы, фотофайлы, которые постоянно грузятся. Телеграм их полностью хранит. Вот. Автоматические боты. Вот это вот. Отключайте. Вам это не нужно. Соответственно, внизу у нас чаты. Звонки. То есть кому звонили. Здесь можно звонить. Если вы хотите позвонить человеку, вы заходите с ним в личку. И нажимаете на имя, и вот будет позвонить. Вот. Соответственно, что еще, что еще. Контакты. Можно найти людей рядом. Прикольная штука. Разрешаете доступ, ищите. Можно пригласить человека из своих контактов. Ему придет оповещение, что вас приглашают в WhatsApp. Вот. В принципе, все, ребят. Самое основное вроде бы рассказала. Если вы хотите закрепить сообщение или что-то с ним делать, просто на него наводите. И будет скопировать, ответить, копировать ссылку, переслать, пожаловаться, удалить. Еще. Смотрите, если выделяете еще, то можно сразу выделить много приложений, и нажав на кнопочку переслать, переслать. Кстати, есть такая функция избранная. Это у вас переписка с самим собой. Выходите, он идет как обычный чат. И вот здесь вы можете сохранять все видео, ссылочки, которые вам нужны. Это переписка у вас с самим собой. Еще один момент. Смотрите, когда вы нажимаете, хотите что-то сделать с файлом, тыкаете на него и нажимаете... Так, что именно я хотела показать? Чтобы не забыть, чтобы не забыть. Ладно, уже вылетела из головы. Так, что еще, что еще? А, еще, смотрите. Голосовые видеосообщения у вас автоматически открываются вот так вот без звука. Если вы хотите услышать звук, вы на него нажимаете. И, соответственно, регулируя громкость, вы можете просмотреть сообщение. Можно ускорять, нажимая на двоечку. Это же можно делать с аудиофайлами. И если вы приложите телефон к уху, то слышать будете только вы, как будто вы разговариваете по телефону. Неважно, будет это маленькое видео, вот это, или это будет аудиофайл. Также, пока вы смотрите видео или у вас идет аудиофайл, вы можете спокойно выходить и работать дальше в Телеграме. Он у вас, видите, будет работать. А можете выходить даже в Инстаграм или куда-то работать, у вас фоном все равно будет продолжать идти аудио или видео. Это очень удобно на различных прокачках, можно параллельно рекрутировать. Вот, ребят, в принципе, вроде бы все рассказала. Самое главное, что можно подразделять. А, еще, смотрите, вы можете контролировать чаты, которые у вас есть с новичками или со спонсорами. Нажимаете на человека, нажимаете вот сюда, подробнее. И вот здесь есть общие группы. Тыкаете общие группы, и вы увидите все общие группы, которые у вас есть с этим человеком. Соответственно, вы можете проконтролировать, в какие группы вы уже добавили новичка. Вы можете проконтролировать, если ваш новичок начинает рекрутировать, выйдя вот в такой список, вы увидите все новичковые чаты, которые он создал вместе с вами и со своими кандидатами. И в любой чат сможете зайти, соответственно. Вот, тоже очень удобная функция. Ребят, ну, вроде все рассказала. Если еще какие-то вопросы будут, говорите, не стесняйтесь, будем разбирать.